Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 января, Татьянин день, день назван через святую мученицу Татьяны. Родители воспитали ее в благочестии, научили божественному писанию. Когда она достигла совершеннолетнего возраста, стала проводить жизнь свою в девстве и целомудрии, молитву и постом, умерщвляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь была поставлена диаконесой. Подобно бестелесным ангелам служила Богу во плоти, и Христос Бог венчал невесту свою мученическим венцом. В народе было принято на Татьяну печь караваи в виде солнца, тем самым приглашая солнышко поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому досталась частичка солнечной силы и тепла, а в течение всего дня выполняли женскую работу. Татьянин день считается праздником студентам, введенной в честь подписания императрицы Елизаветы Петровной указа об учреждении Московского университета в 1755 году. Студенты молятся Татьяне, чтобы она даровала им успех в науках, удачу на экзаменах. Приметы. Если идет снег, лето будет дождливым. Ясная морозная погода на Татьянин день, летом будет приятная погода. Большие сугробы в Татьянин день к хорошему урожаю хлеба. Метели сильный ветер, засухи летом не урожаю и плохой рыбалки. Звездное небо в день Татьяны к ранней весне. Если студент хочет получить особое везение в учебе, ему в церкви нужно отстоять молебень в честь памяти святой Татьяны. Только после этого можно веселиться. Пословица студентов. В день Татьяны все студенты пьяны. Если не напьешься в день Татьяны, учеба будет плохо даваться. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара... Так это легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированный сахар. От ростникового, знаете, все. Вот я заменю на коричневый. Вы знаете, там огромное количество подделок, и поэтому не совсем желательно... Тоже, да, не найдешь концов. И вот смотрите, когда мы используем... У нас здесь вода структурированная. В огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так, в качестве разгрузки, обязательно используйте огурчики, как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду что, капусту, зелень. Да, капуточка, зелень. Надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма. Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А, все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши сосудики эластичными. Значит, добавляют такой микроэлемент, тем более в таком, ну, наиболее усвоенном виде, как кремний, который нужен для кожи, для волос, для ногти. И так же делают сосудики эластичные. Добавьте и мне кремний. Хорошо, хорошо, хорошо. Обязательно добавим. А я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения хотя бы вот две половиночки, один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются в помидорчике как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там, сябельевая кислота и прочее, прочее, которые полезны в свежих продуктах, при термической обработке, становятся трудно усваиваемыми. И их невозможно, может, не то что усвоить. Они начинают откладываться у нас в виде различных, опять-таки, солей, образуя, значит, тугоподвижность в суставах и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, растворяем. Тридцатые лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-й лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. В физической нагрузке ограничитесь отренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовония и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и гайморовые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать.